Всем привет! Сегодня суббота, выходной, но не для меня. Я иду сегодня в русскую школу. И да, кто не знал, я записала сегодня в русскую школу. Я записалась в русскую школу, чтобы не забыть свой русский язык, чтобы грамотно писать и читать. Раньше я занималась вот такими книжками. Мама мне распечатывала вон еще шпаргалки по русскому языку. Но теперь я хожу в русскую школу, в субботнюю русскую школу. И вот, у меня здесь такие книжки, тетради. Смотрите. Вот у нас русский язык. У нас здесь есть еще окружающий мир, литературное чтение. Конечно, английский, как же без него. И математика. И тетради. Это тетрадь по английскому. Вот я списывала предложения. А вот русский язык. Первого апреля. Классная работа. Так, это математика. Вот. Так я ее решала. Вот классная работа. Ну, для первого раза пятерка. Первый раз в школе. Я сначала пишу на черновике, а потом списываю. А вот мне подарили вот такой дневник. Вот здесь мои оценки. Домашние задания. По английскому, по математике, по литературной системе, окружающий мир. И вот три пятерки. Для первого раза нормально, я думаю. А сейчас я вам расскажу, чем отличается русская от корейской школы. У нас в русской школе пять или шесть человек в классе. А у нас в корейской двадцать или тридцать. Примерно, у нас в классе двадцать восемь. А в русской школе у нас в классе пять человек со мной. Ещё, кстати, со мной ходит мой братишка Вова. Он двоюродный мой братик. Только он ходит в первый класс, а я хожу в третий класс. Я завела там много друзей в своём классе. Если мне разрушат, я как-нибудь постараюсь для вас снять видео, показать вам русскую школу. О, и, кстати, ещё после русской школы я иду на кружки. Я хожу на теннис и на гитару. Если вы сейчас смотрите моё видео, я передаю вам привет. И передаю всем моим подписчикам и всем моим друзьям привет. Желаю очень хорошо провести эту субботу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok